Я считаю, что очень важным заболевание, чтобы его своевременно диагностировать и выбирать правильную тактику лечения. Тем более на приеме эндокринологов не редкость в последнее время, я думаю, пациенты встречаются с различными заболеваниями костной системы. Итак, гипофосфатазия – это заболевание врожденное, относится к группе метаболических заболеваний и, кроме того, характеризуется тяжелым прогрессирующим течением в случае несвоевременности диагностики, и неправильности выбранной тактики лечения. Кроме того, данное заболевание обусловлено именно генетическим дефектом в конкретном гене. Это ген ткань неспецифичной щелочной фосфатазы. Таких дефектов в данном гене описано уже более 400. Кроме того, данное заболевание характеризуется мультисистемным поражением, поэтому и в ведении пациентов участвует большая команда врачей, в том числе и детские эндокринологи. Нужно сказать, что мультисистемность поражения при гипофосфатазии обусловлена тем, что щелочная фосфатаза принимает участие в обмене пирофосфатов. Как известно, в минерализации костей принимают участие минералы кальция и фосфора. Но фосфор в организме у нас находится не в свободном состоянии, а связан с другими компонентами. Для того, чтобы фосфор включился в структуру кристаллов гидроксиапатита и сформировалась здоровая кость, необходимо произвести гидролизы пирофосфатов. При дефекте гена тканеспецифичной щелочной фосфатазы нарушаются этапы метаболизма, гидролиза различных форм пирофосфатов и нарушается минерализация костей. Кроме того, щелочная фосфатаза принимает участие в обмене витамина В6, который необходим для функционирования центральной нервной системы. В тяжелых случаях данная ситуация приводит к тому, что в центральной нервной системе создается дефицит витамина В6, потому что он не проходит через гематоэнцефалический барьер при гипофосфатазии, и развиваются у ребенка витамин В6-зависимые судороги. Данный клинический е-признак говорит о достаточно плохом прогнозе для пациентов, если не своевременно установлена причина данного состояния. Наследование гипофосфатазии считается как и аутосомно-доминантным, так и аутосомно-рецессивным, и при наличии дефекта данного гена у одного из родителей, если это будет доминантная форма заболевания, то риск развития заболевания у детей в такой семье будет 50%. При аутосомно-рецессивном типе наследования риск развития заболевания у родителей как носителей мутации Рождение детей с клинической картиной заболеваний будет 25%. Различают по времени манифестации клинических признаков несколько форм гипофосфатазии. Наиболее тяжелая форма – это перинатальная форма, и действительно она более чем в 90% случаев заканчивается летально. Более благоприятные и с хорошим прогнозом считаются формы, которые манифестируют старше 6 месяцев, и до 18 лет такая форма называется детская форма гипофосфатазии. Кроме того, диагноз может быть установлен и позже 18 лет, и такая форма гипофосфатазии называется взрослой или чаще всего даже адонтогипофосфатазии. И дальше я хотела представить несколько клинических примеров из практики с целью того, чтобы продемонстрировать, с чем дети входили к нам на прием, при обследовании, что было выявлено, и на что следует обратить внимание при обследовании таких деток. На данном слайде представлен ребенок, буквально рожденный сразу же, и клиническая картина ухудшения состояния появилась после двух часов после рождения. Ребенок был осмотрен в перинатальном центре, и на что обращало внимание. В первую очередь, конечно, то, что дыхательная недостаточность у ребенка отметилась буквально сразу после рождения, которая потребовала перевода ребенка на искусственную вентиляцию легких. Кроме того, при осмотре было зафиксировано очень мягкие кости черепа, они буквально отсутствовали. По данным рентгенографии мы отметили, что у ребенка очень тонкие ребра и отсутствуют кости черепа. Вы можете отметить это на слайде, что мы можем даже не увидеть их. Кроме того, на что обращала внимание, были зафиксированы множественные переломы трубчатых костей. При биохимическом исследовании крови ребенка было зафиксировано умеренно повышенный уровень кальция в крови. Кроме того, был умеренно повышен и фосфор в крови. Но на что мы обратили внимание в первую очередь, это крайне низкая активность щелочной фосфатазы. Такой активности щелочной фосфатазы в таком столь раннем возрасте у ребенка не должно быть. И таким образом, по совокупности клинических признаков, по совокупности биохимических параметров, была заподозрена перинатальная форма гипофосфатазии. Ребенку был выполнен молекулярно-генетический анализ. И действительно, у ребенка была обнаружена гомозиготная мутация в гене ткани неспецифичной щелочной фосфатазы. Таким образом, диагноз был подтвержден. Что нужно сказать, что ребенок с десятых суток жизни удалось ему сразу же начать терапию фермент-заместительную асфатазой альфа. Также стоит отметить, что при фиксации гиперкальциемии в ряде случаев, наверное, до того, как мы узнали о таком заболевании, могло случиться так, что для коррекции гиперкальциемии могли быть назначены бифосфонаты. При данном заболевании данные препараты категорически противопоказаны, так как они еще больше ухудшают состояние ребенка. Следующий клинический пример как раз приведен для того, чтобы вы также обратили внимание на то, что очень клинически похожие дети были в сравнении с первым ребенком. У этого ребенка во три месяца при поступлении в наш центр у него отмечались очень мягкие кости черепа и практически открытые все швы черепа. Кроме того, при рождении у ребенка были зафиксированы множественные переломы костей. И в биохимическом анализе крови что мы обнаружили? У ребенка были абсолютно нормальные показатели уровня кальция и фосфора, и щелочная фосфатаза была в границах референсных значений. Таким образом, по клиническому осмотру, по данным биохимического анализа крови, у ребенка был запоззренный диагноз несовершенного остеогенеза. И действительно данный диагноз был подтвержден молекулярно-генетически, обнаружена мутация в гене КОЛ-1А1. И вот в этом случае как раз для того, чтобы предотвратить последующие риски переломов, у таких деток применяются бифосфонаты. Данный клинический пример демонстрирует как раз такую очень частую особенность, с которой приходят дети на приемы к эндокринологу. У ребенка была задержка роста. И в возрасте 4 лет он поступил в наш центр с целью того, чтобы была проведена диагностика на предмет дефицита гормона роста. Но из анамнеза что стало известно и какие действительно важные факты мы выявили? Во-первых, со слов мамы было выяснено, что у ребенка с 2 лет жизни отмечаются эпизоды частых рвот. И в 2,5 года у ребенка стали выпадать зубы. Он к нам пришел с очень характерной походкой. Она такая переваливающаяся была. И по типу утиной, но у него была икс-образная деформация ног. На что мы еще обращали внимание? На выраженную мышечную гипотонию. Потому что мама ребенка привезла в коляске. И действительно, со слов мамы, она нам рассказывала о том, что ребенок буквально может пройти 2-3 метра и дальше уже просится либо на руки, либо сесть в коляску. При обследовании мы зафиксировали умеренную задержку роста. Практически также наличие дефицита веса. А вот при биохимическом исследовании нами было отмечено снижение щелочной фосфатазы. При высоконормальном уровне кальция и высоконормальном уровне фосфора. По данным рентгенографии мы отметили характерные изменения зон метафизов трубчатых костей. И такие изменения действительно характерны именно для гипофосфатазии по типу языков пламени. Чего не будет при рахите и тем более не будет при истинном дефиците гормона роста. Таким образом, на основании клинической картины и биохимических параметров была заподозрена гипофосфатазия. Но учитывая возраст манифестации, мы поставили форму детская. При молекулярно-генетическом исследовании выявлена мутация в гене ЛПЛ. И таким образом диагноз был подтвержден. А вот еще один интересный ребенок. Как вы видите, что он абсолютно нормальных антропометрических показателей. Он имеет антропометрические показатели. Основной жалобой, со слов родителей, было то, что у ребенка с полутора лет стали выпадать зубы. И была умеренно выражена икс-образная деформация ног. При проведении рентгенографии мы не отметили никаких изменений структуры костной ткани. Однако, по данным биохимического исследования, мы зафиксировали крайне низкую уровень щелочной фосфатазы при нормальных значениях кальция и умеренно повышенном уровне фосфора. Таким образом, также была заподозрена гипофосфатазия, но у данного заболевания есть самая легкая форма – это адонтогипофосфатазия, когда выпадают только зубы при отсутствии других клинических проявлений. И при молекулярно-генетическом исследовании была выявлена мутация компаунгетерозиготная в гене ЛПЛ. Таким образом, диагноз был подтвержден. И ребенок оставлен по динамическому наблюдению. И в заключении хотел бы представить клинический случай. У вас всего одна минута. Данный клинический случай представлен с той целью, чтобы показать, что гипофосфатазия – это не гипофосфатомический рахит. Очень часто путают. Гипофосфатазия – это низкая активность щелочной фосфатазы, а гипофосфатомический рахит – это низкий уровень фосфора. И действительно, ребенок был направлен к нам в связи с задержкой роста и деформацией ног. По данным рентгенографии мы зафиксировали рахитические изменения зон метафизов трубчатых костей. И по данным биохимического исследования выявили высокую активность щелочной фосфатазы при низком уровне фосфора. Таким образом, ребенку был установлен диагноз гипофосфатемический рахит. При молекулярно-генетической диагностике зафиксирована мутация в гене ФЭКС. И основным способом лечения данного заболевания является назначение препарата фосфора. И хотелось бы сказать очень важную особенность, что щелочная фосфатаза, как и многие биохимические параметры, имеет возрастную норму. И это очень важно помнить. И щелочная фосфатаза в бланках анализов не может быть 0. Нижней границы 0. Щелочной фосфатазы не существует. Это важно помнить для того, чтобы своевременно и правильно установить диагноз гипофосфатазии. Лечится гипофосфатазией назначением фермент-заместительной терапии асфатаза альфа. Это и лечится она именно... Данный препарат назначается именно при тяжелых формах заболевания. Как известно, в этом году препарат был включен в список обеспечения за счет средств круга добра. Поэтому я думаю, что дети с данным заболеванием, с тяжелыми формами, будут действительно обеспечиваться и иметь хороший прогноз для жизни. Спасибо большое за внимание.